Доктор субтитров А.Семкин В этой серии мы с вами посетим школу номер 3, бассейн Лазурный и детский сад Чебурашка. Спонсор выпуска – канал G-Black Cool. Зайди на него, и тебе обеспечена экскурсия по заброшенным объектам, некоторые из которых заработали весьма странную репутацию. Заброшки не только от G-Black Cool. Ссылка внизу и в описании к видео. Ну что ж, мы спускаемся уже с знакомыми тропами. Прямо как, я не знаю, как будто здесь живу. Идем в сторону тоже знакомых вам мест, бассейна и второй школы. Меня вся эта лесенка радует. Я все время вспоминаю квадратный сталк по Припяти, когда играл в Майнкрафт. О боже, МШ играет в Майнкрафт, МШ скатился в говно. Да пофигу. Сквозь. Сквозь. Так неинтересно. Пользуясь своей свободой, мы посещали различные здания, попадающиеся на нашем пути. На этот раз мы залезли в здание ПТУ номер 8. Именно по его двору мы бежали в сторону 16 этажек две серии назад. Помните фотографию с красными яблочками? Не включай, работать видим. Само здание, как и множество других, использовалось еще после аварии. О целях находившихся здесь людей остается только догадываться. Может здесь ставили какие-то эксперименты, а может банально переодевались ликвидаторы. Мы находимся, видимо, в лучшую щитовую. Нет, это лучшая щитовая, потому что здесь висят соответствующие плакаты и запрещающий плакат. Стандартный запрещающий плакат. Схема электропитания здания ГНПП, РАДЭК от АБП. Утверждаю, главный инженер Казаков. 1990-е. Интересно. Однако, да, господа? РАДЭК. Надо будет потом узнать, что это такое. Смотрите. ВАЗБ – это выпрямительный аппарат зарядно-подзарядный. Это у меня аккумуляторная батарея. И, грубо говоря, это подзарядка аккумуляторов. Это аварийный блок питания. То есть, в случае чего, значит, при пропаже напряжения по двум трансформаторным подстанциям, это все дело можно было запитать под аккумуляторных батарей. То есть, оно питалось как от пееменки, так и от постоянки. Видимо, здесь стояли, может, преобразователи какие-то, которые жигнали пееменку на ПЭМ. Здесь что-то промышленное было. Нет, здесь, в основном, сейчас это какой-то плакат. Здесь явно не школа, явно не кружок технического мастерства. Закрыто полиэтиленом окна. И разнообразные плакаты. В общем, связано все с электричеством. Твой инструмент безопасен до 1000 вольт. Гаечный ключ. Лучше бы еще разводового было бы. Старые ВМ-ки. Может быть, здесь настройка была этих ВМ-ок? Тут же теории. Все драки уже выкушены. Итак, аккуратненько притаился томик Карла Марса. Теории прибавочной стоимости. Четвертый том капитала. Из дедушки. Мы не собирались вообще заходить в это здание. Я просто хотел пройти сквозь. Но он, как всегда, внезапный стал. Нормально. Это же Припять. Нам нужен забор вообще, но нам нужно в ту сторону. Там были аккумуляторы. Аккумуляторная. Помещение аккумуляторное. И выглядит все очень ново. Точнее, ну как сказать ново. Все раздестроено, но распечатано на принтере. Это явно после 1986 года. Так что, видимо, это помещение функционировало еще какое-то время после аварии. Но в помещении самой аккумуляторной ничего не осталось, кроме изолированных подставок, на которых раньше они находились. И системы обеспечения вентиляции. Потому что водород выделяется, его нужно вентилировать. Но запах здесь такой, немножко своеобразный. Все, валим дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас пока точно уточню, как именно само здание. Так, мы сейчас из-за этого забора выйдем. Так. И за него, и туда. Вот, пересекаем. Вот, и нам нужно, вот. Я понял, как ты хочешь, что-то шлем. Я очень надеюсь, что я не ошибаюсь. Вот единственное. Слушай, это капель или это... Да, я вчера тоже увидел, я просто не понял. Девчера такая, много жимной. Ну что, по-старому-доброму? Брали. Стой, 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 здесь как бы... У меня 15 пистолетов. Я ими кидаюсь просто. Гранаты кидаются. У меня 15 пистолетов. Зачем мне гранаты? Я просто пистолетами закидываю себя. Гранаты. Максим. Это пофигу. Операция единая, кабан был. Или как-то мощный кабан. Мы уже вполне освоились в покинутом городе и позволяли себе немножко подурачиться. Естественно, не забывая и про безопасность. Главное, что такие моменты немного разряжали обстановку, ибо мы уже без малого недели находились на охраняемой территории под угрозой поимки или встречи с животным миром. И это невольно давило на психику. Наша дорога привела нас в школу номер 3. После эвакуации города там располагался аварийный отряд производственного объединения «Спецатом». Полностью ее облазить, к сожалению, не удалось из-за услышанной активности в соседних помещениях. Помещение склада весьма интересно выглядит в этой школе. Мало того, что это такой суровый обезьянник, решетка, так еще и всякие разные сигналки. Особенно тогда любили поменять что-то похожее на контроль целостности. То есть провод, который шел, если он в каком-то хоть месте нарушился, был ахтунг, ахтунг, ахтунг. Всякие коробочки, гиркончики и так далее. Все было круто по советским меркам. По логотипу склада такое чувство, что здесь компьютеры хранились. В принципе, для конца 80-х годов это самое дорогое, что могло быть тут. Напротив... Слышный планок. Напротив помещения. Стоп. Стоп, что-то все. Стоп. Мы услышали какие-то посторонние звуки и решили резерваться отсюда. Но вот теперь вам могу показать, что стало из школы. Вот такие вот дела. Мы проходим мимо очередной разгромленной подстанции, распредустройство, ничего нету, все медное вытащено. Идем к бассейну. Ищем бассейн. Эй, си, дэй, си. Очевидные трансформаторы. Естественно, без масла и без меди. Без обмоток. Во дворе валяются какие-то редуктора, вода. Кстати, я вам фон давно не показывал. Но фон в среднем такой стандартный для Примпяти. 60-70 микрорентген. Где-то больше. Где-то меньше. А здесь такое чувство, что это была раньше теплица или оранжерея какая-то. Много стекол. И, как всегда, бетонные ограждения, в которых росло что-то. Или нечто. По бокам были расположены трубы, видимо, отопление, для того, чтобы поддерживать всегда хорошую, благоприятную температуру для роста растений, которые здесь были. Мы с вами подходим к тому самому бассейну, в котором были несколько месяцев назад. Но теперь это делаем аккуратно из черного входа. Виднеется вентиляционная шахта и, видимо, труба выхода вентиляции, потому что здесь же производилось хлорирование воды. и, соответственно, какие-то остатки этого хлора нужно было выводить подальше, чтобы люди не дышали. Отнимаемся с черного входа. Заходим, точнее, с черного входа. И сейчас пойдем сразу наверх. Знакомый динолеум, знакомые виды. Второй этаж. Здесь. Походим по знакомому спортзалу и уходим к чаше бассейна. И снова мы здесь, господа. Снова тот самый секундомер, который остановился давным-давно. И теперь можно беспроводнику спокойненько залезть на эту вышку. Но, как вы поняли, ваш домусный оператор находится на самом краю этой вышки, с которой раньше прыгали. Высота ого какая! Ну и с Гоупой, я думаю, все это дело очень неплохо передается. Ну и вам несколько кадров с таким выносом за пределы, чтобы вы могли посмотреть и насладиться, где раньше плавали детки и взрослые. Кстати, я вроде говорил уже, этот бассейн профункционировал до 97-го года. Субтитры создавал DimaTorzok В бассейне было 5 дорожек, 5 постаментов для прыжков в воду. Как раз нас пятеро зайдут ЧОПы и скажут расставиться по местам и самоуничтожиться. Ну или заплатить штрафчик. В осени видно, насколько вытопнана здесь тропа, ведущая к бассейну. Мы его покидаем. И сейчас наша задача перейти до нашего дома и забрать рюкзаки. Мы выдвигаемся потихонечку уже в обратный путь, но еще поснимаем. Звезда. Субтитры создавал DimaTorzok Мы бежали не от ЧОПов, просто из трепи и исекали открытую местность, которая проезжаема на машинах и может быть патрулируема ЧОПами. Стука кустов это вообще. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Детский садик. Видны разбросанные окошки, кузова, автомобили, рули. Какие-то маленькие парты. Очень-очень маленькие. Для совсем маленьких деток. Они мне там по колено буквально. Сейчас Влад залезет и станет видно, какая маленькая парта по сравнению с ним. Нашли фотоальбом. Стали литейное производство, угледобывающее производство. Огромный шагающий экскаватор. Столк, по которому я пытался... Космонавты, сборная солянка. Сейчас за рюкзаками. Ну вот такой вот альбом. Влад, положи на место, пожалуйста. Не дай сюда посидеть. Ладно, Игорь отфоткает. Лукунь, Катумаран, Короса, Нарогатка, Улитка. Как же ты многозначен. Какие-то очень такие философские надписи, ни о чем не говорящие. Ну, в общем, такие вот маленькие парты. Ну, на самом деле, детский сад, не детский сад, я не знаю. В детском саду, наверное, дети за партами не сидят. Может быть, это было просто класс для самых маленьких, для первокошек. Хотя, конечно, очень весело парта. С моего колена. Я в детстве ходил в нулевой класс непродолжительное время. Меня оттуда из-за хулиганистого характера довольно быстро выперли. Там у нас была продленка. В этой продленке там был тихий час. И поэтому, может быть, да, так оно и есть. Немножко учились, потом немножко спали, там, укушали и так далее. То есть, такой, такая начальная взрослая жизнь для деток. И фильтр для противогаза. Ай, мишка. Не шутка. Мишенька. Ну, мы стараемся то, что положили, положить так же обратно на место, чтобы не... чего не уносить никаких особо изменений. План эвакуации детей группы номер 12. Мне все-таки все верно оказалось. Я посмотрел некоторые свои метки. Это детсад под названием Чебурашка. Детский садик Чебурашка. Маленькие грабельки такие. Здесь осталось много старых детских игрушек. Ну, просто игрушки это не металл. Их резать и пилить неинтересно. Поэтому так все эти кубики, скамеечки, все прочее. Осталось здесь лежать, гнить и разрушаться постепенно. Очередная символическая вещь, которая неоднозначно воспринимается здесь. Маленький флажок с СССР. Идеология, пропаганда, государство, которое рухнет буквально через пять лет. Каос. Лежат куклы. Снова большое количество кроваток. Для того, чтобы деток можно было уложить розетки. Обратите внимание, как высоко подняты розетки. Потому что нужно защищать. Мало ли, детки туда пальцами тыкнутся. Игрушек здесь много. И впечатление какое-то от всего этого дела очень тягостное. Еще более тягостное, чем вообще от мертвого города такого. Не знаю, трудно это видео передать вам. Игрушек. Игрушек. Спасибо. Спасибо. Игрушек. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Дом. Милый дом. Снова мы заходим в него. Попрощались немножко с квартиркой, которая нас приютила. Покет. И рвем когти в сторону водокачки. Ну, напоследок еще раз. Кросенько так камерой окину наш двор. Окна квартиры нашей, в которые выходили компания юных сталкеров, сваливает дальше в следующую точку. И снова насосная. Снова мы пришли за водой. И оказывается, что за помещением насосной, вот там, где выходит эта труба, находится начало стройки шестого микрорайона, который фонит «мама не горит». Я вам неоднократно рассказывал, что мы набираем воду, и даже где-то в кадрах мелькало примерно, как это мы делаем. Но так особо не разговаривал про алгоритм всего этого действия. Как мы решили? У нас есть одна полторашка для грязной воды, то есть неочищенной. Есть фильтр. Я уже вам показывал, аквафоровский такой. Грушу качаешь, он создает давление, ну, как в сифоне, в общем, выдавливает воду, прогоняет через фильтр, и чистую уже гонит в другую бутылку. Ну, и есть несколько емкостей. Значит, так как мы находимся в зараженной зоне, самое главное, что? Главное, набрать воду чистую, чтобы она не была заражена радионуклидами. Ну, конкретно, как я решил. Мы тут нам показали, я уже говорил, хорошее место, где можно набрать воду. Оно замечательно тем, что оно глубокое. То есть я не набираю воду с поверхности, тем самым как бы не вносятся, не вливаются в бутылку всякая разная гадость, которая плавает сверху. И не черпаю, не мусолю донные отложения, которые могут светить. Сама вода не радиоактивна. Даже в одном канале атомной электростанции, Чернобыльской, да и любой другой, вода не радиоактивная. Вот, поэтому ее набирать можно без проблем. Главное, не зачерпнуть со дна. И здесь глубина мне это позволяет. У меня на Самсунге такой же звук. Здесь как будто очень много Самсунгов. Вот она, она провазь. И я ее вынимаю, немножко выливая, чтобы во время того, как я поднимаю бутылку, с поверхности ничего не засосало. Теперь задача поверить ее дозиметром. Радиометром. Наш чудесный древний дозиметр под названием Припять. Со снятым защитным экраном. И мы проверяем. Ну, по частицам, я скажу так. Мы когда входили в зону, еще на чистых участках, величина, количество этих бета-частиц составляло в районе где-то, ну, 20-30. То есть так вот. Иногда меньше, иногда больше. Поэтому я ориентируюсь на это значение. Ну, если даже оно там эпизодически поднимается до 40, как бы не придаю этому особого значения. Главное понимать, что если вокруг тебя какое-то большое значение, может быть фон светить. Но в данном случае фон уже более-менее проверен, и мы на него не обращаем внимания. То есть в данном случае водичка чистая. Все, выключаем дозиметр. Навинчиваем фильтр и приступаем к фильтрации. Вот я все подсоединил. Здесь грязная вода, здесь чистая. Я нагнетаю воздух под давлением. Он идет сюда, надувая тем самым бутылку. И начинает воздухом давить на воду. Вода всасывается в эту маленькую трубочку, прогоняется через фильтр. И выходит отсюда уже сюда. То есть вот как-то так. Воздух под давлением вытесняет воду. И чистая вода. Ну, по крайней мере, мы уже практически неделю находимся на, грубо говоря, самостоятельном походе автономном. Пользуемся этим фильтром. И желудки у всех работают. Отлично. И это показатель. Вот помещение, где мы набирали воду. А вот это зател под будущий шестой квартал. Который, конечно, так и не был построен. Как я вам уже говорил. Здесь выкорчевали лес. И засыпали песком. Сделали отсыпку. А потом в эту отсыпку захоранивали всякую-всякую бяку. И сейчас мы сходим, посмотрим, сколько там светит. Вот видите, там вдали уже виднеются значки. Осторожно, радиационная опасность. И это не муляжи. Это на самом деле такие значки. Ну что ж, мы идем. Втыкаем. Ну, пока что в районе 80 микрорентген. Ну, вот они. Все самые веселые захоронения. Видите, бугорки. Сюда видно что-то закапывали. И вот здесь должно светить уже повеселее. Может быть оно распалось, может быть нет. Пока ничего не понятно. Дынг. 90 микрорентген. Но это, наверное, я думаю, еще не самое зоо. Идем пока дальше. Мы шли по открытой местности довольно сильно рискуя. Впрочем, весь наш поход уже был риском. Первые встреченные нами могильники светили весьма слабо. Всего в несколько раз выше нормы. И мы углублялись все дальше в поисках рекордсмена. И тут я услышал шум мотора. Тихо. Мы остановились и прислушались. Тачка показалась. Внезапно, среди кустов промелькнул контур машины. Вроде бы джипа. И я явственно увидел красные огни габаритов. Мы максимально быстро добежали до ближайшего холмика, могильника, и укрылись за ним. Обошлось. Стой, стой, прислушайте. Наши. Это машина. Машина поехала. Ты записал это? Ты видел ее? Да, видео она поехала красными огоньками, да. Ну что ж, проехавшая машина не дала нам нормально побродить по этому полю. Ну, может, оно и к лучшему. Мои знакомые ребята, которые там ездили и не знали о том, что здесь можно набрать воду, они бегали к речке по этому полю и говорили, что там в районе 3000 микрорентген. Ну, и ладно. И хорошо, что не дошли. Наш путь сейчас лежит через весь город. Ну что ж, мы снова идем стройной цепочкой. Подробная спутниковая карта местности позволяет вполне себе хорошо ориентироваться. Наш путь лежит на следующий объект, который мы хотим посетить. По нему я сниму отдельное видео. Это будет следующий сталк по заводу, лучшему заводу Юпитера. А на этом я с вами прощаюсь. До следующего видео подписываемся на канал, лайкаем обязательно, рассказываем друзьям, делимся со всеми, кому это интересно. Да и неинтересно тоже, пускай смотрят. Так что так, с вами был МШ. Всем пока-пока, до следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok